всем привет вы потрясающая публика просто потрясающая публика и сейчас будет ролик про некраса а некрас вопрос в том что некрас как на нем играть через щиты или через хп да с тем с той ситуации что апнули щиты не только апнули щиты добавили мистики от которых урон за счет щитов повышается и вот раньше некрас игрался чисто через хп а теперь стал вопрос как играть через 4 хп и я сделал два билда для целых два некраса прайм отдельных один на щиты другой на хп и там вообще осколки разные разные мистики разные подборка оружия вообще давайте посмотрим во первых некрас на хп что мы во первых убра форму нужно вставить живучее стальное в окно адаптация преобразование здоровья даст намного брони еще живучести обязательно прививаем аллочное притяжение просто маст х скилл некие там не надо прививать некрасу какие-то крутые есть много крутых разных ту же подпитку там баф и команд нет некрас нужно нужно притяжение чтобы притягивать вот когда мы стоим на спать и форме стоим на месте вы можете бегать с некрасом и отдельно но вы должны рассчитывать свой билд на пользу максимальную для пальцев так что в любом случае прививаем притяжение и для притяжения ставим аугмент аллочное притяжение чтобы притягивать предмет максим большой радиус как видите тут сила не нужна и длительность вообще длительности силы вообще нет и для притяжения это нам не нужно мы играем через два ста протяжения и третий стилл осквернение для них нам нужен только радиус и все так как мы играем на этом билде через хп ставим понятную благодать желательно иметь и мастхэв мистик мистическое благословение которое даст нам аж целый там что-то не помню поможет 1000 или полторы тысячи а ну вот 24 к максимальному здоровью складываться 50 раз 24 на 50 да где-то полторы тысячи хп короче добавит то есть будет где-то две с половиной тысячи с таким гилдом и еще нужно такого билда для танковость поставить целых пять осколков на броню бил такой довольно затрат но это не значит что мы не можем вообще наносить урон за не как его себе бафать мы нам не нужен зенури поэтому можно спокойно поставить на дурай и там как у нас этот скил как от скилл мудрайский забыл суп он там откат у него он короче периодически юзать очень много урона пахаться очень сильно бабки ромки алиске музыки это нам ничто не мешает вот это вот такой вот билд такая сборка на хп теперь посмотрим сборку на щиты другой не просто одна это у меня 16 полярка на этом 24 полярки тут сразу видите осколки не стоят осколки можете поставить допустим под пюришками об этом попозже то есть тут билд такой максимум щитов адаптация физические гиды все остальное то же самое только единственно за место растяжения охват предвестика чтобы настакивать себе не только живучесть за счет адаптация за счет щелкейта типа да но еще и настакивать себе сверх щиты для того чтобы бафать урон от оружия ну в общем то а тут стоит мне почему-то непрерывность но это вот ошибка да непрерывность сюда здесь вообще не нужна так и что сюда поставить я даже не знаю в общем на ваш выбор тут короче вообще в принципе чего угодно можно вообще ничего не надо можно равновесие поставить на там а из из мобов так варится куча энергии так нам не хватит что даже поставить можно поставить силу надо у нас на эффективность полетит а сила нам даст снятие брони с второго скилла мы тоже не зачем нам это нужно это скилл скорее прививать во льду круче будет вообще хрен знает что сюда поставить короче даже не знаю короче сами на свое осмотрение посмотрите что сюда ставить вообще пустой свод так и смотрим я советую вам взять его корп от некрас отличная пушка и вставим сюда миссик пока активно сверх щиты которые мы настакиваем предвестным модом у нас огромный прирост к шансу крита у нас будут оранжевые криты на акукоре такой вот бюджет на акукор у меня и потом еще я советую вам играть с зошкой почему с зошкой потому что вообще удобно чтобы стоять на месте и раскидываться потом здесь еще миссии которые плюс 30 к урону за каждый щит текущий а у нас что очень много там да можно не просто поставить на этот свод побыстрее чтоб 4 генились чтобы задержка и задержка становление счета уменьшилась вот что можно поставить чтобы он был еще живучий так опять же тут используем ту же механику смыграем как и на том билде как и сказал тут у меня осколков никаких не стоит сюда можете поставить я не знаю наверно только вот для зошкина на крит урон 5 красных осколков если уж будете прям мы не краса не просто отличный варфрейм для моей просто супер варфрейм потому что у него пассивная бустересов идет так что еще хотел сказать вот еще тот момент с тем что что сюда еще нас освобождается месте сюда можете поставить месте который усиливает урон от пистолетов для кора либо мистическую ярость для зошки единственный чем минус такого билда что у нас наши смита будет очень тонкой и если мы будем играть в соло она будет постоянно отлетать вот с тем билдом она будет вообще живучий капец с предыдущим вообще конечно вот так вот так вот вообще выглядит то что такой некрас через щит круче но тем не менее некрас через кп гораздо живучий пассивно да то есть вот если не заботиться если не игры если не париться живучий с игрок то тот некрас танковый намного в общем как хотите так и делайте оба варианта хороших этот более дамажный некрас думаю в этом наверное предпочтительный вид будет тот некрас более живучий а по своему функционалу по своей роли в пати оба билда полноценны то есть просто постоим прожимаем тройку и по гд прожимаем первый скилл притяжение да на этом все и спасибо моему подписчику на пусте большое что подписаны и поддерживают все всем пока